Всем привет! Меня зовут Сакоева Карина, и сегодня мы поговорим о парфюмерии Квентине Биши и его лучших ароматах. Квентин Биш очень молод, но его по праву можно считать одним из самых востребованных парфюмеров 21 века. Родился он в Страсбурге, и по его собственным словам, еще в раннем детстве у него возник интерес к парфюмерии, благодаря тому, что ароматами самыми разными активно пользовалась его мама. Кроме того, по ее словам, она взяла с собой в роддом флакончик Шелемара, чтобы, вдыхая прекрасный парфюм, хоть немного отвлечься от боли схваток. Первый интерес к парфюмерии у него возник в возрасте 11 лет. Именно тогда он пришел в школу и от своей учительницы ощутил просто потрясающий шлейф, который свел его буквально с ума. Он набрался смелости, подошел к ней, но она сочла этот вопрос некорректным и буквально выставила мальчика вон. Он не отчаялся, отправился в ближайший парфюмерный магазин и перенюхал все флаконы духов, которые там были, и нашел тот, которым пахла его учительница. Это был знаменитый опиум Ивсен Лоран. Именно с этого возраста начинаются активные интересы его к парфюмерии. И с учительницей, которой он сообщил о том, что он узнал ее парфюм, у них сложилась своего рода парфюмерная игра. Она пользовалась новым ароматом, а мальчик отправлялся в парфюмерный магазин и впоследствии угадывал этот парфюм. В более взрослом возрасте он стал задумываться о том, чтобы превратить свое увлечение в дело всей своей жизни. Однако Квентин гуманитарий и технические науки, в частности химия, давалась ему всегда с большим трудом. Он пытался заниматься на протяжении трех лет, но так и не смог освоить ее в той степени, которая была бы достаточна для поступления в школу парфюмеров Исипко. На какое-то время он отказался от идеи стать парфюмером, переключился на художественное театральное искусство и на протяжении пяти лет был режиссером музыкальных спектаклей. Это второе его большое увлечение. Но парфюмерия не отпускала и несколько лет спустя он понял, что единственная возможность как-то обойти процесс сдачи экзамена по химии, это поступить в частную парфюмерную школу. Во Франции таких достаточно, его выбор пал на школу Живодан, точнее на частную школу, при этом огромном концерне. Он написал письмо директору этой школы Жанну Гишару, его пригласили на собеседование, которое он блестяще прошел. Следующее собеседование состоялось через год, но этот год Квентин не терял время зря. И благодаря знакомству с парфюмером Мишелем Альмираком, этот год он провел в должности помощника парфюмера компании Робертет. После чего он поступил на учебу в школу Живодан, блестяще ее закончил и на данный момент является одним из ведущих парфюмеров этого концерна, работы которого востребованы для огромного количества брендов. Давайте сегодня поговорим о тех работах Квентина Биша, которые, по мнению критиков и экспертов, признаны наиболее выдающимися. Творческий путь Квентина Биша как самостоятельного парфюмера начался в 2013 году с создания двух ароматов. Первый из них называется Victoria для бренда Victoria's Secret, и в нем, пожалуй, нет ничего особо примечательного. А вот второй примечателен и достаточно известен по сей день. Я говорю об аромате Le Fendumon для одиозного французского бренда Etale Brard Orange. Название это переводится как «Конец света», и на упаковке у нас изображен знак радиации, ну что в первую очередь приходит в голову. Игры «Сталкер», фильмы «Катастрофы», и ожидаешь от этого аромата чего-то страшного, пожалуй. Что же на самом деле? Основные ноты, из которых составлен этот аромат, это ирис, достаточно морковный по своему звучанию. Это скорее ирисовые корни, нежели цветы. Кроме того, в нем отчетливо слышна нота пороха, и третья нота – это попкорн. Это достаточно странное, своеобразное сочетание. И если можно описать это одним каким-то предложением, это «Конец света», который вы видите по телевизору. Знаете, что-то вроде бы 5D, когда вы смотрите на экран, где что-то происходит, при этом у вас есть эффект присутствия, вы чувствуете запахи, которыми сталкиваются герои, вот вы в этом самом рушащемся мире, но при этом от соседа по залу пахнет попкорном. Это достаточно любопытная работа, которую очень легко носить, которая комфортна, я бы даже сказала, компромиссна. И среди работ этой марки она, как мне кажется, одна из самых удачных. Амбер Империаль для бутиковой линейки ювелирного дома Ван Клифф Эндерпелс. Это работа уже 2015 года. Об этих ароматах незаслуженно мало говорят. На самом деле, они достаточно хороши с собой. И, наверное, для любого парфюмера своего рода проверка на способность не просто сделать какой-то фантазийный аромат, а красиво обыграть ту или иную ноту. Такие коллекции материи, коллекции основы, они сейчас очень популярны, выходят у огромного количества самых разных домов и, в частности, наиболее популярны именно в бутиковых линейках. Если вы ищете теплую, я бы даже сказала, добрую амбру, без ярко выраженной солености, без ярко выраженной анималистичности, а именно такой аромат, который, наверное, не очень подходит к лету, а будет вашим прекрасным другом, когда немного похолодает, который будет укутывать как теплый кашемировый шарф, вот это как раз-таки тот самый случай. Здесь амбра как будто бы подкрашена, подсвечена нотами ванили и бобов тонка, и все это дает такую сладость, не конкретную, а скорее абстрактную, из-за чего аромат воспринимается, ну, скорее, как облачко тепла, то есть это не то, в чем вы можете разобрать конкретные какие-то ноты, какие-то конкретные компоненты, нет, это просто такое вот теплое, уютное, укутывающее вас облако. И, на мой взгляд, раскрыть эту тему Квентину Бишу удалось очень хорошо. Хотя, если говорить в целом о его профиле, то, наверное, это тот аромат, который достаточно сильно выделяется на фоне остальных. Амбровых ароматов очень много разных и много ароматов именно в этом направлении, вот такого теплого облака. И чтобы провести для вас параллель, я сказала бы, что он в достаточной мере похож на аромат Амбар де Мервей от Эрмес. Пожалуй, это самые ближайшие родственники. Очень важная веха в творчестве Квентина Биша – это сотрудничество с маркой X Nilla. Тое самое, которое на сегодняшний день, пожалуй, один из самых ярких символов красивой жизни в парфюмерии. Все мы знаем аромат флёр наркотик, и его тоже сделал Биш. Однако мои коллеги достаточно часто рассказывали о нём на канале, именно поэтому в сегодняшнем обзоре у нас менее популярный и, возможно, менее успешный, но, на мой взгляд, даже более красивый аромат под названием Вененум Кис. Середина нынешнего десятилетия в парфюмерии ознаменована повышенным интересом к восточной эстетике. Активно используются такие компоненты, как древесина, ваниль и, в первую очередь, шафран иуды. Именно об этом аромат Вененум Кис. Чем же пахнет отравленный поцелуй? Как я уже сказала, шафраном, а также розой. Роза здесь достаточно маслянистая, тягучая, я бы сказала, турецкая по своему звучанию. Её обрамляют пряные ноты мускатного ореха и мягкий, достаточно молочный сандал. В маркетинговой пирамиде этого аромата ут не заявлен, но я готова биться об заклад, что он здесь есть. Если говорить о том, как он будет садиться на кожу и как звучать, то это аромат для тех людей, которые хотят познакомиться с восточной темой в парфюмерии, но не готова к прямолинейным восточным ароматам, таким, как, например, делает Амуаш или какие-то восточные коллекции других брендов. Он достаточно мягкий, компромиссный, хорошо собранный и, пожалуй, не будет раздражать практически никого, если только у вас нет никакой непереносимости на один из этих компонентов. Что касается отравленного поцелуя и того, как сам аромат согласовывается с его названием, в нём за счёт присутствия шафрана есть некая такая медицинско-аптечная нота. Ну, а как известно, аптекари раньше изобретали и яды. Если работа с брендом X-Nila стала настоящим признанием для этого молодого парфюмера, то лично для меня самым главным показателем его таланта стало сотрудничество с брендом Mugler и запуск аромата, который называется Muzo. Перед ним стояла достаточно нетривиальная задача. С одной стороны, сделать аромат, который будет сохранять ДНК классического Angel, с другой стороны, переосмыслить его на иной манер, рассказать другую историю. И если взглянуть на пирамиду этого аромата, то становится понятно, что он не просто взял классический Angel и добавил сверху ноты лесных орехов. Нет. По большому счету, Квентин Биш взял идею ДНК классического Angel, то есть сладкий верх на достаточно томное сердце аромата и вот эта сияющая броня небесного воителя, которая есть в базе, разобрал его и собрал заново, но уже из других компонентов. За счет чего получился аромат, абсолютно идеально встраивающийся в эту линейку, продолжающий традиции марки, продолжающий ДНК марки, но при этом совершенно самобытный и самостоятельный. У Музы также вышло продолжение, буквально годом позже, в 2017 году. Его облегчили и как будто бы немного офруктовили, он стал более сочным. К сожалению, вот та вторая Муза в туалетной воде в России не продается, но если вы будете в дьюти-фри в международной зоне или вы будете в каком-то парфюмерном магазине в любой европейской столице или другом крупном городе, то обратите внимание, флаконы очень похожи, но там жидкость розового цвета и, соответственно, аромат внутри уже другой. Как минимум он стоит того, чтобы обратить на него внимание. Ну и сама Муза, в общем-то, очень хороша. Я большой поклонник марки и, соответственно, свой флакон Музы я уже сносила больше, чем наполовину. О двух следующих ароматах я хочу поговорить одновременно, потому что, по большому счету, они близкородственные и, на мой взгляд, они как раз-таки лучше всего характеризуют стиль и почерк этого парфюмера. Первый из них – это Delina от бренда Parfums de Marly, выпущенная в 2017 году, а второй – блуза или блаус от Yves Saint Laurent из их костюмной коллекции, сделанная годом позже. Начнем с Delina. Это роза, аромат, вышедший, соответственно, на несколько лет с опережением тренда на розы в парфюмерии. Он собран из сочетания роза, личи, пион. Там также присутствуют какие-то другие компоненты. В первую очередь, это мускусная такая достаточно мягкая акварельная база. В целом, аромат получился очень свежим. В нем есть некая сладинка, в нем есть некая кислинка. Но так или иначе, это свежая, достаточно водянистая, я бы сказала, утренняя роза. И для тех людей, кому, как, например, мне, очень нравится нота роза в парфюмерии практически в любой огранке, такого плана аромат может стать отличным вариантом, ну, буквально на каждый день. Примерно то же самое можно сказать и о блузе. В отличие от Delina, она есть в моей личной коллекции. И в моем флаконе отпита уже достаточно прилично, потому что в феврале у меня был настоящим месяцем роз, я носила их практически запойно, редко-редко меняя на какие-то другие парфюмерные истории. Роза в блузе получилась не такая сладкая и не такая сочная. В ней, помимо, собственно, ноты розы и мускуса, который создает фон, присутствуют такие компоненты, как ангелика, она, собственно, вынесена в описании на ярлычке, а также розовый перец, за счет чего аромат получился чуть более терпким, чуть более, может быть, строгим. И он действительно, да, собственно, они оба прекрасно передают ощущение тонкой шелковистой ткани, струящейся по телу. Это действительно ощущение, как от дорогой шелковой блузки, которую вы надеваете утром после душа. Ароматы такого плана лично я называю идеальным женским утром, показанным в Инстаграме. Ну, то есть это красивые сторис, это какие-то красивые раскладочки, где в окружении цветов, чашек кофе и прочего фигурируют флаконы или это ароматы, которые девушка держит у себя в руках. Зачастую это такая несуществующая картина в реальной жизни. Ну, а примерить ее на себя в качестве парфюмерии, пожалуй, отличный вариант. В 2018 году Quentin Bish также был весьма плодовит в творческом смысле и один из самых знаковых ароматов этого года – это Girls Can Do Anything от бренда Zadik & Valtair. В этом аромате Quentin Bish обращается к совершенно другой возрастной категории пользователей. Если до этого все его ароматы, как мне кажется, я не делю парфюмерию по возрасту, я не считаю, что женщинам за полагаются эти ароматы, женщинам этого возраста эти, а женщинам-девушкам до эти. Нет. Но так или иначе, вот общее настроение от тех ароматов, которые он создавал, это чувствуется и по ароматам Ex Nila, и по Delini, и по Bluzzi, что они где-то затрагивают возрастную группу в районе 30. По крайней мере, если бы эти ароматы можно было представить в виде женщин, то им было бы примерно столько лет. То этот аромат определенно ориентирован на более молодую аудиторию. Во-первых, сам по себе флакон. Что он напоминает? Он напоминает бутылочку воды, которую девушка берет с собой куда-то на прогулку. Во-вторых, если посмотреть на рекламные постеры этого аромата, рекламные постеры вкупе с названием получились достаточно противоречивыми, потому что девушки могут все, то есть кататься на скейте, аромат как бы заигрывает с темой феминизма и гелл-пауэра, но при этом делает это как-то несколько неумело. Впрочем, на сам аромат это никоим образом не влияет, и это его не портит. Это достаточно трендовый, современный аромат, посвященный сладостям, современной интеллектуальной, можно сказать, гурманики, естественно, обыгранной на люксовый манер. Если первый аромат от бренда, который назывался «This is here», был достаточно прямолинейно сладким, это был такой каштановый крем со сливками, то здесь груша, которая определенно по намечающейся тенденции часто будет встречаться в самых разных композициях в ближайшие годы. Здесь чувствуется ваниль, бобы тонко, но при этом это не супер сладко, это не липко. Это неплохой аромат на каждый день, в общем-то, для, мне кажется, самых разных возрастных групп. Его, несмотря на то, что ориентирован он вроде бы как совсем на молодежь, и, наверное, даже на тех, кому еще нет 18-ти, то носить его я бы, например, смогла. И последний аромат в нашем сегодняшнем обзоре – это Клоя-Намат в версии парфюмерной воды. Он также вышел в 2018 году, и, наверное, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы он обозначил какую-то новую веху в творчестве этого парфюмера. Сейчас у нас происходит некоторая реконструкция, реставрация шипров, которая вот началась буквально несколько лет назад. Шипры были популярны практически весь 20-й век, но за несколько десятилетий своей деятельности компания IFRA, такой некий надзорный орган над всем парфюмерным производством, успела запретить большую часть компонентов, которые составляют скелет шипрового направления в парфюмерии. И только сейчас созданием разнообразных синтетических молекул шипры постепенно начинают возвращаться. Чаще в нише, но в современном люксе есть один крайне достойный представитель, который, на мой личный взгляд, претендует на звание одного из, наверное, самых удачных люксовых ароматов прошлого года. Чем же он так хорош? Ну, во-первых, тем, что этот аромат совершенно носибелен. Часто в отношении шипров мы слышим такие выражения, как бабкины ароматы, тяжелые, мрачные, строгие, слишком злые духи. Так вот, в случае Клоя-Номат обо всех этих определениях стоит забыть, потому что этот аромат абсолютно современный. Название его переводится как «кочевник», и это действительно та композиция, которая в той или иной мере навевает лично мне мысли о путешествиях. Основу композиции здесь составляет дубовый мох, то, что и должно быть в шипровых ароматах. Здесь он размещен таким образом, что он раскрывается буквально от самого начала до самого конца звучания. В интервью, связанных с созданием этого аромата, Квинтин Биш рассказывал о том, что дубовый мох нравится ему еще и тем, что его можно встретить практически везде. В северных широтах, в южных, на побережье, в непроходимых лесах дубовый мох встречается в самом разном виде. Помимо дубового мха в пирамиду этого аромата входит также фрезия, которая как будто бы дает ему больше воздуха, и вся композиция словно бы взлетает. А также слива Мирабель. Этой ноты в этом прошлом и в нескольких последующих годах, я думаю, что будет достаточно много, она придает аромату будто бы какую-то сочность. Все-таки дубовый мох с его чуть йодистым, чуть древесным звучанием, в целом достаточно сухой, несмотря на то, что чаще всего годится там, где сыро и влажно. А вот слива Мирабель дает аромату сочности, немножко сладости, и как будто бы его осовременивает. Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает флакон. То есть такая форма, я не знаю, чем вдохновлялись создатели, но мне это напоминает подкову, и мне это напоминает какую-то фляжку путешественника, когда вода привязана буквально вот к седлу лошади. Ну и, собственно, такие вот замшевые элементы, шнурок и декор непосредственно на крышке флакона. По-моему, это все очень и очень красиво. Помимо упомянутых в сегодняшнем обзоре работ Квентина Биша, я также отметила бы Ля Бель для Жан-Поль Готье, мандарин Корсика для бренда Л'Артезан Парфюмер и новинка, вышедшая буквально несколько месяцев назад, Гранде Пудр, которая продолжает костюмную коллекцию и в Сен-Лоран. Если характеризовать в целом почерк этого парфюмера, я бы сказала, что он, с одной стороны, весьма деликатен, аккуратен и точен в создании ароматов. Все они достаточно разные, при этом весьма похожие, и это ароматы, в которых нет выпирающих углов. Я с трудом представляю себе человека, которого сильно раздражали бы ароматы Квентина Биша. В 2016 году мне удалось шапошно познакомиться с Квентином Бишем на презентации аромата Мессони 2015. И он произвел на меня впечатление талантливого молодого человека, который, по-моему, на тот момент еще не до конца осознал, какой успех на него свалился. Мне кажется, что это только самое начало его карьеры, и впереди нас ждет очень много ароматов, которые будет выпускать он, и которые будут получать свою долю успеха. Если говорить относительно моих пристрастий, то, как я уже говорила, я пользуюсь ароматом Блаус. У меня в коллекции есть Муза, и я думаю, что совсем скоро она точно пополнится на Мат от Клоэ, потому что для меня это действительно очень красивая, удачная работа. Ну и, как я уже сказала, аромат Делина, который я сегодня бы для себя и выбрала. В описании под этим видео мы добавили ссылки на все ароматы из сегодняшнего обзора. Пройдя по ним, вы можете более детально познакомиться с ароматами, почитать отзывы, а также узнать их стоимость на сайте духи.рф. В комментариях под этим видео обязательно расскажите мне о том, знакомы ли вы с творчеством Квентина Биша, и если да, какой аромат произвел на вас самое неизгладимое впечатление. А если нет, то с каким вам после сегодняшнего моего видео было бы интересно познакомиться. Давайте пообщаемся. Также не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски о великих парфюмерах и их работах. А с вами была Цакоева Карина. Хорошего вам дня и до новых встреч!